Слава Украине! Привет всем от Полонского! Тут спрашивают многие по поводу вот этого, то ли Надежина, то ли Надеждина России, который кандидат в президенты, и будет ли с него толк, и вообще, что там происходит? Ребята, смотрите, очень интересный момент. Дело в том, что с моей точки зрения, этот, так сказать, кандидат, конечно же, креатура Путина. Ну, Путину нужно было показать, что не всех он кандидатов альтернативных посадил, либо отравил, либо зарезал, либо задушил, либо убил. Ну вот, как-то ему нужно было показать, что еще осталось пару человек, у которых есть мозги, и которые думают по-другому. То есть, нужно было показать какую-то альтернативу. Ну, выбор пал на этого, я думаю, что, конечно же, это полная креатура Путина, но при этом он озвучивает тезисы, которые хотели бы услышать люди нормальные, которых там на России не так много осталось. Вот представляете, тут все равно очень интересная получается такая картина. Вот человек живет, если он нормальный, если он живет на России, он живет, а вокруг него людоеды. Он осматривается, в его семье все людоеды. Его соседи, ну, по крайней мере, выглядят людоедами. Его там с третьего этажа вурдалаки. На улице упыри. То есть, он живет в абсолютном ужасе, если он нормальный, да? Он живет в абсолютном ужасе, окруженный нелюдями, кровавыми, кровожадными, которые настроены только на то, чтобы резать и убивать. Больше ничего у этих нелюдей в голове абсолютно нет. И человек вообще, он забивается в какую-то норку и думает, что он вообще один. Один остался. И вокруг него нет людей, не зомби. Да, вот как вот зомби, Россия, так и тот же фильм, вот зомби, да, вы смотрите. Осталось там 2-3 человека, а вокруг ходят вот эти вот в крови. Ну, и пожелают тебя сожрать. И вот нормальный человек так себя сегодня чувствует на России. А получился феномен очень интересный. Несмотря на то, что, конечно, Надежин, с моей точки зрения, может, я чуть не понимаю, никто зовут его никак. И, конечно же, альтернативой Путину не являет. Но ХЗ, такое, ребята, знаете, тоже может быть. Но для того, чтобы подписать ему подписные листы, стоят километровые очереди. И вот нормальный человек, когда он идет по улице или выедет трамвая там, и видит вот эту километровую очередь в разных российских городах, которые хотят отдать голос за якобы альтернативного кандидата, он тут же себе говорит, стоп, стоп, стоп. Так люди выжили, люди еще есть, люди еще остались. Тут не все людоеды, тут не все зомби, тут не все упыри, вурдалаки и кровавые маньяки. Я окружен не только чикатилами. Тут вот остались вон целый километр людей, все они вроде как нормальными выглядят. А вот эти сзади за мной в трамвае людоеды. И человек просто понимает, что есть просвет. Есть просвет, что не все еще, не всех еще перекусали вот эти вот собаки типа Соловьева, типа вот этой Симоньяны и прочей вот этой нечисти, которые через телевизор просто там, да, выбили мозги напрочь у 80 с чем-то процентов населения. И вот эти вот сколько там, 14 процентов населения просто визуализируют друг другу себя. И понимают, что они не одни. Это очень важно. Конечно, Никой Надеждин, я думаю, смешно говорить, важно же никто голосует. Даже если за Надеждина проголосует, вот как за Тихановскую, за нее там сколько, процентов 80 проголосовало в Беларуси, да. А этот вот упырь местный Лукашенко нарисовал 80 процентов себе. Ну это смешно, за него вообще никто не голосовал, там кроме ментов, да. Ну и совсем уже дебилов абсолютно с отбитой головой. То есть и на России то же самое. Понятно, что никто не даст никому Надеждину или Надеждину победить. Но важно другое. Вот эти люди визуализировали для себя людей, которые думают иначе, чем думают зомби-людоеды. И это, как говорится, уже хотя бы в этом есть какой-то плюс. Ну, а вы как считаете?